Доллар 130 тенге Наш район делится на щеглов, старшиков и пацанов Форма одежды на районе – «Адидас» три полосы Мат льется рекой Корень одного матерного слова заменяет половину словаря далее Басны на гитаре лобают про долю воровскую Также на нашем районе легко можно нажить себе проблем на ровном месте Я провел на этом районе всю свою жизнь Кстати, забыл представиться, меня зовут Тима, а это мои кенты «Рус» и «Каэр» Но о них я вам расскажу чуть позже Частенько на район захаживали служители фемиды Если быть точнее, мы называли их менты А если быть еще более точным, то мусора В те моменты напрягались все представители района От хомячков до матерых волков И почти у всех были полные карманы палева И не было папы, который мог отмазать от срока Нелюбовь к ментам нам прививали с самого раннего детства Наш район не самое приветливое место в городе И вряд ли вы его когда-нибудь увидите на открытке На нашем районе было много достопримечательностей Но самой главной достопримечательностью был магазин «Жулдыс» Назван он был в честь хозяйки магазина У нее был сын Арсен Он прилежно учился, ходил в музыкалку Ну, в общем, ботан За прилавком обычно сама хозяйка Но бывали дни, когда за прилавок она ставила своего сына Весь район, затаив дыхание, ждал заветного дня И когда же этот день наставал По району пролетал Хабар И все пацаны слетались в Жулдыс Земля круглая, Азия квадратная По-любому пересечемся Пацаны начинали грузить Арсена на бухло, сушняк и другие ништяки Но самым эффективным предлогом было загнать греф на зону Арсен смутно понимал, что такое греф Но слово «зона» действило на него сильно Арсен на безвозмездной основе кормил весь район на протяжении года Но аппетиты у пацанов росли и увеличивались ящения Тогда старшики на районе устроили сходняк и вывели мораль Если серьезно грузянуть Арсена, его матушка обо всем узнает и лавочка прикроется Арсен прокормит район еще пару лет Лучше по чуть-чуть, но долго Так что кто его тронет, глаз на жопу натяну Все поняли? Но бацаны нихрена не поняли и принялись за старое Заебал, блядь О-о-о, салум алейкум, Арсений Че там? Как оно? Салам, пацаны Давай, открывай, гости пришли? Да не, ребят, не могу, магазин уже закрыт Худу трагедию ломаешь, а? Мозги не еби, давай, открывай Быстро накатим и свалим Да не, ребят, честно говоря Да ты заебал, блядь, че ты буб-буб-буб нахуй, а? Мы тебя сколько лет знаем, пусти накатим и все Да не, ребят, честно говорю Если мы вам приедем, и мне, и вам Тогда пацаны пустили в дело секретное оружие Арсений, Арсений Не по понятиям поступаешь, братишка Ты знаешь такую хуйню на зоне, что делают, а? Да-да А ты у нас парень симпатичный Понял, да? Да, жалко, конечно, Арсена Арсен нес на себе тяжкий крест лоха Но без таких людей, как Арсен, в нашем мире не проживешь Русы Каир сильно пожалеют об этом Но пока они этого еще не знают Это стало началом конца Пацан, да, Арсений? Я же тебе говорю, он красавчик, блин Можно аккуратнее, Арсений, ну ты че? Я тебя даже не договорил, подожди Ты даже не красавчик, ты знаешь кто? Красавелла в натуре Ты, блин, мужик Ну-ка, ну-ка, что за прическа? Такая моднявая, стильная, жесть Ты какая-то, Брэд Питт натуре Ха-ха, пресс Ну-ка, 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 вот так сделай Хорош, качаешься, честно? А? Да Ребят, можно аккуратней? Просто если мама узнает Эээ, мозги не бей, а Сказали же тебе Быстро накатим и свалим Давай, готов поляну Пацаны стали распивать горячительные напитки И так, как им нужен был третий Арсений Давай, присоединяйся, накатим Не, ребят, я не пью Давай, 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 по 50 отмажем, что ты не паришься, пацан, не пацан Ребят, пожалуйста, можно я не буду пить? Ну и, конечно же, не обошлось без заветного слова Зона Хайр заставил выпить Арсена за район За старшиков, за зону Организм у Арсена оказался слабеньким И после трех стопорей он в хлам накидался А после четвертой стопы Браво, мой гайп, байп Блин, мази мне, еб Пацаны чинно и благородно опустошили полки магазина Изрядно напились Их потянуло на баб Бля, здесь тёлки как будто нарисованные, жесть Сутка в натуре, сейчас бы тёлку, жесть Тогда Хотел бы тебя поинтересоваться У тебя же с тёлками всё ништяк же Ну, допустим, ну что? Я такую девочку встретил Хорошая, брат, совет нужен Подожди, подожди, подожди Я знаю эту тёлку Э, не тёлка она, понял Всё, поплыл кавер, да? Блин, братан Да когда я её вижу, да Меня реально торможу в жизни Блин, она такая красивая такие глаза про голос хороша миленькая вот такие дела брата не ну чё я же могу тебе жизнь как родному моему как как близкому спеши посоветуй забей на нее братан тебе нужно знаешь каждый тварь и папа река горит тебе подруга нужно по уродливе немножко там по тупей давай давай расскажи покажи там что там как ты с ней общаешься там чё ты говоришь ну смотри я подхожу типа короче ты короче типа за дна и сне короче понятно что давай разбанку и дядя рус тебе покажет как это делать не молчи заебал хочу мне говорить его очень говори давай я начну там каир вы если честно такой вообще милый человек молодой да я такой в принципе ты тоже ничего такого нового красава вот только чуть по оригинальному как бы нахуй как бы нахуй как бы ты чё несешь братан это бесполезно родная ну безвянки бля это бесполезно и вот эти вот подкатный вот это челки вообще на похоронение новосибирске отправить по поиску и жду тебя нахуй твоих челок поем и дозвучит обижаешься и наху блин и кадыкова и заебал домой пошел и дарить мир заебал что ты обижайся брат давай на 5 не я домой на пацаны выпили еще по одной и еще и еще и тут начался обычный казахский беспредел а а и и и и и и и Вы такой милый, раньше казались очень стеснительны. Не, а так-то я нормальный пацан. Я просто тебя вижу жестко, тут уже есть. А, помух очень нормально. Я один кон за тобой на танцах палил. Ты капец охуенно. Хорошенькая такая. Я такой романтичный. Я такой. Слушай, а можно я тебя засуну? Ты что, охуел что ли? Эй, ты что творишь нахуй, пидор блять? Научил на свою голову. Долбаю. Пацанский опыт доказывает, что последствия жесткого будуна спасает банка холодного и свежего пива. Но так же хорошо в чувство приводит неожиданный приход Жулдыз Апай. Увидев последствия во фоломейской ночи, хозяйка устроила кипиш, вызвала ментов, написала заявление. Наруса и Кара завели уголовное дело. Дело дошло до суда. Районный прокурор. Сегодня слушается... Судья, набрав кислороду, пихнул дремотную бюрократическую углеводку. Я перемотаю пленку, тут ничего интересного. Лениво начал тему. Опа! Предоставляется прокурору. Вы признаете, что разгромили магазин Жулдыз и нанесли ущерб магазину на общую сумму полмиллиона тенге? Какие полляма? Вы что, охренели что ли? Ну и я, и мой товарищ Кайр мирно, ну спокойно. 12 часов просто пришли в магазин там взять кефир попить. Да это Арсен сам наобухался, гнал там в магазине. В урагузе страшно, бля. Рус и Кайр долго накидывали суду, какие они белые и пушистые. И ни в какую не признавали свои вины. Приставь, принесите вещественные доказательства. Сруса и Кайра мгновенно слетели до войны лица. Пацаны стали одуплять, что жестко встряли. А вещественным доказательством оказалась видеокассета, на которой была запись с камер наблюдения, установленных внутри магазина. Я клянусь, я пить брошу. Люди, ну главное же признать ошибку, да? Э, ну зачем? Ну признаемся, ну не надо. Снова, пацан, надо ее, не буду. Ваша честь, ну... Ошибку, осознание. Мы признаем, да, мы это сделаем. Пацаны признали свою вину и попросили наказать их по всей строгости закона и добавить пару лет сверху, только чтобы выключили запись. Эй, вы шишки, мистер, эй, эй, ну расскажи ему, ну... Никогда еще так не смеялся суд района во время вынесения приговора. Никто и не заметил, как под общий хохот Рус и Кайр получили по два года условно. Выйдя из здания суда, пацаны мгновенно стали звездами на районе. Слухи об их нездравых отношениях быстро разлетелись среди пацанов. Увидев Руса и Кайра, пацаны с района вслед напевали песню Наташи Королевой «Первый поцелуй». Пацанам дали новое погоняло. Рус стал Элтоном, а Кайр – Джоном. Какое-то время Рус и Кайр перестали вместе появляться. А магазин «Жултыс» после этого случая закрыли. Что бы ни натворили эти два типа, они все равно останутся моими друзьями. А пацаны на районе поугарали, похабарили и забыли. Жизнь на районе потекла своим ключом. Начался новый день. Что он мог бы нам дать? Драки, танцы, алкоголь, тёлки, постановы – мы не знали. Но это был новый день – начало ещё одной пацанской истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова